Всем привет, друзья! С вами Грифон из команды CG-Lama, и добро пожаловать на 20-ю, заключительную часть серии видеороликов по моделированию под Subdivision Surface. Сегодня у нас последняя деталька из данного списка. Она сама по себе довольно простая, но тоже имеет свои тонкости. Давайте же посмотрим. Итак, для начала давайте создадим базовую форму. Я добавил куб и немного увеличил его по оси X. Теперь давайте добавим один разрез вот здесь и один разрез по центру. Теперь давайте добавим цилиндр. Я буду использовать цилиндр на 20 граней. Подвинем его по оси X с привязкой. Сначала включим сеточку, и теперь подвинем по оси X и привяжем вот к этой точке. Чтобы у нас крайняя точка соответствовала вот этому edge-ку. По сути, нам этот куб больше не нужен. Хотя нет, давайте сначала выделим цилиндр. В него выделим вот эти два полигона. И теперь Extrude. И привяжемся вот к этой точке. Теперь S, X, 0, чтобы выровнять данную грань. И теперь давайте на всякий случай еще раз привяжемся. Вот. Теперь нам этот куб не нужен. Он нам был чисто для размеров нужен. Теперь мы имеем вот такую форму. И давайте создадим сначала вот это скругление. Выделим вот эти боковые угловые edge-ки. Далее применим Scale. Теперь Ctrl-B. Climb Powerlap ставим. Четыре сегмента. И Shape на 0,5. Вот таким образом. Далее что мы делаем? Мы возьмем два полигончика крышки цилиндра. Перейдем на вид сверху. И сделаем Inset. Для того, чтобы построить вот это скругление. Вот таким образом. Теперь построим два разреза вот так. И вот эти все точки можно удалить. Теперь эти edge-ки тоже удаляем. И здесь нажимаем несколько раз F для того, чтобы заполнить все полигонами. Теперь нам нужно построить отверстие. Для начала A, M, By Distance. У нас три вершинки удалилось, когда мы создавали тут вот это вот скругление. Теперь давайте построим разрез здесь. И Ctrl-R вот тут по центру. Здесь тоже строим разрезы. И вот эти точки у нас будут являться центром отверстия. Теперь Ctrl-Shift-B. Тоже давайте создадим окружность в четыре сегмента. Центральные точки выделяем и растворяем. Теперь снова выделяем все эти точки. Loop Tools, Circle. И S, Shift, Y. И немного увеличим до того размера, который нам нужен. Теперь Loop Tools, Bridge. И по центру построим один луп. Теперь давайте удалим половинку отсюда. И половинку нижнюю тоже можем удалить. Оставим одну четверть. Далее Mirror. По оси Y и по оси Z. И не забываем включить галочку Clipping. Вот, теперь у нас готова базовая форма. Давайте создадим Boundary Loop. Выделяем один Edge. Далее Select. Select Similar. Similar. И Face Angles. Теперь выделяем то, что у нас не выделилось. Вот эти Edge. Далее вот этот Edge. И вот здесь тоже. Теперь Ctrl-B. Два сегмента. И Shape на единичку. Немного увеличим. Вот как-то так. Теперь давайте AM by Distance, на всякий случай. И вот у нас готова базовая форма с Boundary Loop'ами. Давайте сразу применим модификатор Subdivision Surface. И посмотрим, что у нас получается. Разумеется, пока у нас не очень выглядит. Давайте начнем вот с этого места. В принципе, можно оставить и так. То есть, ну вот сюда пока внимания не обращайте. У нас здесь еще будет дополнительная геометрия. А вот здесь, в принципе, мы можем оставить. Здесь звездочка на Boundary Loop'е, в принципе, нам особо не мешает. Но, если хотите, то есть еще один вариант. Можем сделать немного по-другому. Мы возьмем вот эту точку. Сдвинем ее немного сюда. Далее выделим вот эти две. Тоже вот сюда их сдвинем. Вот эту точку подвинем. Так, чтобы она находилась примерно на пересечении вот этих вот двух прямых линий. И теперь вот этот edge растворяем. Эту точку сдвигаем примерно вот так. А эту точку по X сюда. И вот эти две тоже давайте выделим. И с привязкой вот к данной точке. И теперь у нас на сеточке есть два пятиугольника. И такой вариант мне нравится, на самом деле, даже больше. То есть Boundary Loop'ы не портятся, на них нет звезд. Вот. А, эти пятиугольники нам никак не мешают. Вот. И я, наверное, оставлю такой вариант. Теперь давайте разберемся вот с этими местами. Сначала построим вот здесь разрезы. Просто нажимаем клавиши J. Далее. Два разреза. На этой стороне. И два разреза на этой стороне. Теперь. Построим. Один разрез здесь. И второй здесь. Далее. Ctrl R. Вот так строим лупы. И здесь сводим все это дело в звездочку. И давайте ее немножко подвинем. Как-то вот так примерно. Вот. Такой вариант сетки. Так он выглядит. И можно здесь, на самом деле, тоже сделать пятиугольники. То есть вот эту точку немножко сдвигаем. Примерно вот сюда. Вот этот edge растворяем. И здесь у нас тоже получаются пятиугольники. Ну, и то есть вот это расстояние у нас получается более равномерным. Но мне на самом деле в данном случае больше нравится без пятиугольников. В принципе, не особо влияет. То есть есть, конечно, разница. Но она не сказать, что прям сильно заметна. И теперь, в принципе, у нас все готово. Давайте остался последний момент. Мы переместим курсор. Так как у нас центр окружности был вот на этой крайней грани. То пивот остался тут. И теперь давайте добавим сюда церкл. И посмотрим. Давайте. 64 грани. Немного его уменьшим. И увидите, что у нас не совсем правильно идет изгиб. Давайте это изменим. Выбираем все вот эти крайние точки. И по оси Y их немножко сдвигаем. Вот. Теперь у нас скругление более правильное. Окружность нам больше не нужна. Shade Smooth давайте наложим. И посмотрим, как оно у нас все выглядит. В принципе, это довольно несложная деталька была. Но кое-какие моменты все же она учит. И так, в принципе, мы с вами сделали все 20 деталек. Я вас с этим поздравляю. Но итоги я подведу в видео, которое будет следующим. Сейчас я просто прощаюсь с вами. И до встречи в заключительном видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok